Всем привет! Добро пожаловать на канал Кинорассказ! Сегодня у нас на кратком пересказе фильм «Придурки из Хазарда». Погнали! Американская глубинка, которой всё идёт неспешно. Разве что по ней носятся, как угоревшие на своём оранжевом спорткаре два двоюрных брата, Дюки, развозя страждущим прозрачный напиток в стеклянных банках. Между делом они развлекаются. Например, Люк любит бегать без штанов от фермеров, которые хотят его пристрелить за приставание к их младшенькой, хотя девушка и созрела. Отвязавшись от преследователей, парни отправляются к бару. Бо видит крутейшую гоночную тачку ребят, которые занимаются гонками. И у него просто встаёт на неё. Один из помощников шерифа намекает им, что скоро бизнесу прозрачной жидкости придёт конец. В баре очень сильно выделяется официантка Дэйзи, хотя местный смотрит на неё с опаской. Бесстрашный приезжий хлопает её по заду, и за это ему нифигово так прилетает с красивой ноги. Владелец крутой тачки, известный гонщик Билли Прикетт, сидит в баре. А когда Бо, фанат, приходит угостить его пивом, немного стебётся над ним, потому что Бо хочет победить его на ближайшей гонке. Приезжий плохо шутит про Дэйзи, оказавшуюся двоюродной сестрой Бо, за что и огребает в начавшейся драке. Троица дюков вламывает всем по полной, несмотря на то, что противников больше. Веселуху портит здешний шериф Роско, тот ещё сволочуга, которому дюки давно поперёк горла стоят. Он заявляет, что машины дюков расхреначили фермеры. Я тут слышал про один инцидент, который случился с паршивой машиной оранжевого цвета на ферме Миллер. И не участвовать им в гонке в эти выходные. Дюки идут поглядеть. Машина реально изувечена в хламину. Бот оращит глаза и корчит жуткую рожу. Однако механик говорит, что таки сможет починить машину к выходным. И просит себе дохлого енота из салона, чтобы сшить шапку. Или тапочки. Дядя дюков Джесси является владельцем аппарата по производству прозрачной жидкости, снабжая кузенов товаром. Приезжает Роско, а с ним и главный говнюк округа, босс Хок. И они конфискуют подброшенный ими же самими самогонный аппарат, так как не смогли найти настоящий. Они выгоняют Джесси с его земли, лишая аренды. Дюки переселяются к соседке Полин, на которую у Джесси есть некоторые амурные планы. Полин сообщает дюкам, что Роско захватила другую ферму по сфабрикованному обвинению. Роско идет к механику и говорит, что конфискует машину дюка, так как на ней обтяпывались нелегальные дела. Механик говорит, что машина не ездит. И пусть шериф сам ее на горбе тащит. Шериф обещает вернуться утром. Дюки едут на тягаче на вторую конфискованную ферму и видят, что там уже что-то копают. Зная, что босс Хок задумал что-то подлое, парни тырят сейф, привязав его к машине. Хок узнает об этом и немного расстраивается, вламывая люлей шериф. При помощи друга дюки взрывают сейф, а в нем находят образцы пород. Потом они едут и забирают свою тачку, которую механик починил и перекрасил, прежде чем ее заберет шериф. Они уезжают, показывая шерифу фак. Полицейские было начинают гоняться за ними. Но тут внезапно обнаруживают, что кто-то проколол им шины. Не будем сдавать кто, но это сделал механик. Дюки отправляются в Атланту к девушке-студентке, которая должна разобраться во всяких почвах. По дороге на них обращают внимание другие проезжающие, то ругая, то поддерживая. Оказывается, чокнутый механик, будучи реконструктором, изобразил на крыше машины флаг конфедератов, который является символом рабовладельческого юга США времен гражданской войны. Тем временем Босс Хок дает задание Билли Прикетту, в победе которого он не сомневается. После финиша еще пару часов отвлекать местное население, какими-нибудь речами и целованиями младенца. Девушка-студентка, похоже, очень нравится Бо. До такой степени, что когда она его целует, он хлопается в обморок, а потом у него еще и язык заплетается. Они выясняют, что в пробе есть антрацитовый уголь. Его шахта будет приносить миллионы. Однако она угробит всю природу и разрушит их родной дом, как и весь городок. Дюки понимают, что Босс Хок именно это и хочет. Выехав из кампуса, парни натыкаются на кучу черных братков, которые хотят поболтать за рабство. Эти придурки из реалити-шоу. Кто хочет получить по морде? Дюков спасает подъехавшая полицейская машина, но из нее выходит пара черных копов и арестовывают их за плохое поведение. К их камере подходит подъехавший Босс Хок и издевается над парнями, заявляя, что они уже ничего не смогут сделать и хазарду трындец. Он рассказывает свой коварный план. Пока известный гонщик отвлекает народ, Босс Хок намерен устроить публичные слушания, на которые никто не придет, потому что будут смотреть гонку. На слушаниях он изменит закон и получит разрешение на разработку шахты, если никто не будет против. Слушания будут завтра в полдень, а парней отправляют на принудительные работы надолго. Дюков перевозят в тюрьму, но Дэйзи, используя свои природные данные, отвлекает копов. Откуда только такие накачанные полицейские берутся? Ну, я знаете ли. Я с ней почти договорился, когда ты подошел. Что? Да она с меня глаз не сводила. И парни сбегают по дороге. Они садятся в свою крутую тачку с девчатами из общаги и утирают нос паре полицейских машин, преследующих их. По дороге выясняется, что Люк в свое время развлекался с Кэти Лин, которая нравится Бо, и тому неплохо так сносит крышу, что помогает ему сбежать от копов. Вернувшись домой, дюки обнаруживают, что босс Хог и Роско взяли в заложники дядю Джесси и Полин, и что гонщик Билли помогает боссу Хогу, потому что считает родной город слишком примитивным, чтоб тот считался его родиной. Парни отвлекают копов на себя, а Дэзи и Механик спасают Джесси и Полин. Тем временем девчонки из колледжа отправляются на гонки, чтобы сообщить горожанам о голосовании по постановлению о добыче полезных ископаемых. Они берут с собой чокнутого друга, который заявляется на гонке в трусах и каске из дикобраза. Устройся на работу, болван! Бо решает участвовать в гонках, чтобы привлечь внимание, а за ним гоняются копы. Люк и Джесси помогают ему сбить с его хвоста копов, устраивая всякие диверсии. Бо выигрывает гонку, обогнав Билли, но не останавливается на финише, а едет к суду, и все зрители отправляются за ним. Однако вход в суд перегорожен машинами продажных копов. Используя эвакуатор как трамплин, Бо перелетает через заслон, а Люк, сперев крутую тачку босса Хога, врезается в заслон, и жители теперь могут пройти в здание суда. Они успевают как раз и вовремя, чтобы проголосовать против. Используя присутствие телекамер и губернатора, Дэйзи убеждает его помиловать Дюков, а потом дядя Джесси от радости бьет в табло боссу Хогу, одновременно прося у губернатора помилования. Бо получает кубок за выигранное ралли. Дюки устраивают вечеринку, так как им вернули ферму. Дядя Джесси по-новой запустил свой бизнес прозрачной жидкости и продолжил мутить с Полин. Дюки в это время зажимаются с девчулями из колледжа в автомобиле. Но тут чокнутая младшая фермерша из начала фильма достает ружбайку и начинает бегать за Люком, намереваясь отстрелить ему все достоинства. Всем спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк этому ролику, если он тебе понравился, и пока!